Подвести итоги пяти лет законотворческой деятельности парламента нынешнего созыва в рамках одной пресс-конференции довольно сложно, отметил Валерий Бганба. Вместе с тем он подчеркнул, что статистика принятых законов говорит о многом. Я хочу сказать, что за пять лет нашей деятельности принято 286 законов, 500 с лишним постановлений общего характера. Из всех законов, которые приняты нами, 126 законов инициировано исполнительной властью, 160 законов, я извиняюсь, 125 законов инициировано парламентом. Но, кстати сказать, это довольно серьезная цифра инициированных парламентом законов. Обычно законы иницируются исполнительной властью. Одними из наиболее важных Бганба считает изменения пятой и седьмой глав Конституции страны. Своими поправками мы практически защитили, конституционно защитили суверенитет и независимость и территоральную целостность республики, защитили народовластие, защитили государственную собственность на землю и права человека. Отрадно, по мнению спикера, и то, что наконец приняты такие важные акты, как закон о здравоохранении, приватизации, коррупции. Безусловным плюсом в проделанной нынешним созывом законотворческой деятельности является создание Конституционного суда и принятие поправок в закон о судебной власти. Изменили отбор, изменили экзамены. Практически все, как судья может идти в суде, практически все там изменено. Есть еще одно новшество, что все они должны работать, иметь трудовой стаж в пределах республики Абхазия. 6 февраля текущего года группа граждан обратилась к парламентариям с открытым письмом, в котором призывают к принятию поправок в закон о статусе депутата. В предложенных 12 пунктах речь идет об отмене депутатской неприкосновенности, установлении четких рамок трудового дня, ликвидации депутатской пенсии, отмене индивидуального авто и средств на ГСМ, возрастные ограничения и прочее. Комментируя документ, спикер Валерий Бганба начал с вопроса отмены неприкосновенности. В Бундестаге ежегодно, вы можете посмотреть эти данные, это данные не мои, это данные всемирной паутины, ежегодно 7-8 человек лишаются неприкосновенности. В Бундестаге. У нас за 25 лет совершено одно преступление и говорит о том, что 5 созывов парламента, 1 депутат преступил закон и говорит о том, что надо независимость парламента на этом заканчивать, но я, честно говоря, не согласен. В своем письме авторы также предложили уравнять в праве на труд избирателей и депутатов, определить парламентариям рамки рабочего дня, обязать присутствовать на сессиях, ввести ответственность за нарушение дисциплины. Если с двумя последними пунктами спикер солидарен, то в отношении первого у него иное мнение. Мы, извините, ушли на этих событиях в 4 часа утра, я давал последнюю пресс-конференцию, так, по-моему, вы многие там присутствовали. У нас ненормированный рабочий день и невозможно определить. Я с вами согласен по отношению какой-то категории лиц. Я еще раз говорю, не могу я за них отвечать, они не мои подчиненные. Да, но есть другие моменты, которые мы, наверное, ниже скажем, по которым можно оценить их работу. Как известно, депутат, прошедший пятилетний срок службы законодательной власти в нашей стране, пожизненно получает повышенную пенсию. Этот пункт спикер считает не столь важным. Вместе с тем подчеркивает, что подобные льготы есть не только у парламентариев, но и у ряда представителей исполнительной власти. Прокомментировал БГАНБА и пункт об отмене индивидуального транспорта для народных избранников. Сказал, это не индивидуальный транспорт, это транспорт парламента, который будет служить еще, надеюсь, не один созыв. Потому что он никому не пойдет, это не персонально, он на плечи не взвалит и не уйдет с парламента. Поддерживает спикеры установление возрастного ограничения для депутатов. Ранее, чем в 35 лет, законотворческой деятельностью заниматься непросто, считает БГАНБА. Согласен спикеры с пунктом о ежегодной публикации декларации доходов и расходов депутатов и членов их семей. А вот по поводу императивного мандата БГАНБА согласен частично. Мы строим профессиональный парламент. Если мы повернемся к императивному мандату, это возврат к прошлому, это возврат к наказам избирателей, это возврат к тому, что депутат будет бегать, пытаться строить дороги, хотя там и глава администрации есть, наверное, еще кто-то, еще кто-то. У главы даже сельская администрация, кажется, и заместитель уже есть. Это не дело депутатов. Как будет, по каким критериям будет оценивать избиратели, если мы будем говорить о возврате императивного мандата? Они будут оценить его по критериям выполнения их наказа. Наказы их и все сегодня будут носить чисто бытовой характер. Я действительно считаю, что должен быть какой-то механизм отзыва депутата. Но это должно носить чисто профессиональный характер. То есть он, парень, не подходит профессионально для деятельности в парламенте. Вот с этим я полностью согласен и буду все делать от меня зависимое, чтобы вот эта норма была в конце концов воплощена. Трансляцию прямого включения с заседания парламента спикер считает требованием абсолютно справедливым. Избиратель должен видеть не только готовый документ, но и работу своего депутата над ним. В последнем пункте письма авторы призывают избирателей не участвовать в выборах в случае игнорирования их предложений депутатами. Валерий Бганба прокомментировал и этот пункт. Конечно, концовку вот этого обращения, как бы если вы не успеете принять, то мы будем модифицировать людей, не выходить на выборы. Но я-то считаю, что чуть-чуть не в правовом поле. Тем более, что есть регламент работы парламента, как разрабатываются законопроекты, как они рассматриваются, какое время должно быть и так далее. Письмо, адресованное парламентарием, уже направлено в профильный комитет. В ближайшем будущем планируется создание рабочей группы, которая займется изучением документа с целью формирования законопроекта. В ее состав войдут депутаты, представители исполнительной власти, авторы и некоторые подписанты. Авторы письма в поддержку предложений уже собрали свыше 450 подписей, и сбор продолжается. С текстом документа можно ознакомиться на сайте газеты «Нужная» или в социальной сети Facebook. Илана Казамба, Рама Камкия, Абазатовая.